Приветствую вас дорогие товарищи жития города Владивостока ко мне вот обращаясь на город на жителе моего избирательного гонова 5 только с просьбой предоставить ну промежуточный небольшой отчет своей работе я долго думал в каком формате его предоставить в печатном виде распространить по ящикам либо в каком-то ином виде и пришел к году что самый простой вариант и самый удобный доступный это будет форме видео отчета видео трансляции с ребятами которые мы совместно ведем канал приморские марксисты решил предоставить свой отчет хочется начать напомнить что я являюсь депутатом законодательного собрания избрана с 21 года я себя депутатом не на постоянной основе что означает что как депутат заработную плату я не получаю являюсь таким же наемным работником как и вы то есть прекрасно ощущаю на себе все чудеса нашего трудового кодекса ну и рабочей политики в целом основную задачу для себя как депутата я ставлю конечно максимально добиваться достижений по выполнению тех обращений которые ко мне поступают с января 22 года по октябрь 23 года ко мне поступило порядка 152 обращений разной формальности также я понимаю что я не просто депутат но я еще коммунист и поэтому и всегда меня радует когда итоги моего обращения которое получается положительно получается не только положительный ответ но и возможность по итогам этого обращения организовать людей в некую группу активную которые дальнейшие смогли бы дальше отстаивать свои интересы потому что мы должны понимать пока у нас сегодня существует к сожалению капитализм противоречия и проблема будет сохраняться в обществе а соответственно если трудящиеся после того как получили ответ на свое обращение разошлись то снова когда возникает эта проблема она обязательно снова возникает к сожалению уже тяжело их собрать поэтому всегда меня больше всего радует это возможность когда люди организуются в группы в коллективы трудовые по месту жительства в тсж и и дальнейшем продолжает работать совместно со мной с их интересом также за последние полтора года я провел порядка 30 встреч это имеется ввиду встречи которые меня приглашают жители к себе непосредственно на округ из них были маленькие индивидуальные встречи где жители непосредственно находился фотографируемые проблемные места в основном это касается жкх конечно работа управляющей компанией администрации города но и более крупные встречи это с трудовыми коллективами жителями моего круга где были более масштабные проблемы касательно автобусных маршрутов а касательно точной застройки касательно проблем трудовых коллективах поэтому вся эта работа не объединили вас также хочется сказать что с осенью 22 года каждый понедельник я лично веду прием на пушкинской 25 в с двух до семи вечера то есть каждый понедельник 2 до 7 вечера можете прийти на прием ко мне на пушкинскую 25 в со своим обращением только сегодня ко мне уже приходили два жителей востока со своим обращением которые я взял обработку и мы будем над ними работать одно обращение касается недовольство жительницы по работе это сажение она проживает другое касается непосредственно благоустройства там эти два обращения взяты на работку и мы с помощниками будем завтра в рабочем порядке их дорабатывать ну и направиться от ищущего органа помимо всего прочего ко мне обращаются не только жители пиологического района я был избран но и жители других районов нашего города нашего края ко мне поступают обращение от леса заводского городского города скосранского района с находки поступают то есть и многие других районов ко мне обращаются жители я конечно не всегда удается положительно решить их проблемы но все-таки стараясь по максимуму их отрабатывать если не могу я решить эти проблемы то у нас на связи есть депутат госдумы от кпр коньяк алексеевич и стараясь через него тоже добиваться каких-то результатов неоднократно писал час ремонтируется путепровод я по этому опросу неоднократно писал в течение нескольких полутора лет о том что необходим ремонт путепровода потому что сам проживал в том районе неоднократно ходил пешком по нему и когда последнее время стало очень опасно по нему перемещаться по этому путеплоду писал несколько раз администрации с поиск вывод ремонтировать сейчас ремонт ведется конечно не в те сроки не в то время ведется конечно очень затянуто все но уже положительно что что хотя бы ремонт начался, потому что я писал три раза об этом вопросе в администрацию, каждый раз мне переносилось, и только последний ответ я получил более-менее положительный, что вот нашли подрядчик, и что вот наконец-то ремонтируется, это, конечно, радует. Были на встрече на улице майора Филиппова, это в районе Снеговой Пади, недалеко оттуда, пригласили меня жители по вопросу, что там строится новый небольшой микрорайон, порядка там уже шести домов сдано, четыре дома там проживает, и не было автобусного маршрута для них. Как бы я присутствовал, там присутствовал мэр пришел, присутствовал я, и от имени жителей задал вопрос с просьбой, чтобы появился автобусный маршрут и автобус для данных жителей. Ну, я еще письменно продубнил данный вопрос, и ответ был решен, как бы. Поэтому по мере возможности всегда решаю проблемы жителей. Конечно, не всегда удается их решать, но стараюсь по максимуму их отрабатывать. Вот из положительных моментов. Помимо всего прочего, из последнего обращения ко мне обратились жители Снеговой 124 и 125, по просьбе воздействовать на возможность восстановления и ремонта лестницы и дороги тротуарной, ведущей к остановке Дахимпром, потому что там единственная дорога, по ней ходят дети на автобус школу и пенсионеры, тоже дорога в ужасном состоянии. Я написал, администрация взяла данный вопрос в разработку. Обещала в следующем году, если найдется средство, отремонтировать данный класс. Одно из мероприятий, в котором я участвовал, и в котором, к сожалению, встретился в противодействии со стороны администрации, со стороны других органов власти, это вопрос устойчивой застройки по улице Днепровской. Жители молодцы, организовались, я их всячески поддерживал, всячески старался помогать им. Сейчас, в данный момент, идет судебное разбирательство по данному земельному участку. Об этом вопросе по точной застройке на Днепровской у нас было написано в газете. Сейчас я найду, чтобы показать, чтобы не быть голосом, что он что-то выдумывал от нас. Газета наша, правда, при номере выходила по этому вопросу. Мы максимально осветили в СМИ данную ситуацию, потому что я реально считаю, что там... Ну, негде там строить 20-этажный дом. Там очень маленький кусочек земли, и строить там просто нет такой необходимости на этом доме. К тому же, учитывая, что неоднократно я обращался в администрацию города Волестока с проблемой с нехваткой мест в школе. Так как на последний получил свой ответ, касательно именно снеговой паде по школам, я получил школу 82-я, вместимость 85-25 человек, количество обучающихся 2077 человек. Ответ от 11 августа 23-го года, то есть он свежий ответ. Школа 83-я, тот же ответ, 825 человек учатся, вместимость, то есть вместимость, а учрегов 2124 человека, то есть общая обучаемость, сколько там. То есть школа переполнена в несколько раз. Неоднократно писал обращение в администрацию с необходимостью построить новую школу. И обратно говорил, вот в этом году вроде там выделили территорию, даже там недавно был, вроде бы там какая-то техника появилась, правда рабочих я не увидел. Может, конечно, выходной был, воскресенье, поэтому их не было. Но надеюсь, все-таки новую школу построят. И с полученного того же ответа данная школа будет рассчитана на 1100 мест. Конечно, это не решит проблемы с нехваткой школ для детей, но все-таки это лучше, чем ничего. И, конечно, я продолжаю возможности писать и настаиваю, что необходимо построить как минимум еще несколько школ в данном микрорайоне, потому что, сами понимаете, микрорайон развивается, много новых домов. И дальше он планируется развиваться. Только одна компания ПИК федеральная планирует там построить порядка 17 домов, если не ошибаюсь. А каждый этот дом по 200-300 квартир, то есть это дополнительная нагрузка на действующие учебные заведения. Не менее проблема стоит, конечно, в школах и в районе столетия, где мы бороись против точной строки по той же самой причине, что новый дом дает дополнительную нагрузку и так и на старую изношенную инфраструктуру, в том числе и на школы, которые переполнены. Так, исходя из ответа 13.07.2023 года, в начальной школе номер 10 предельная вместимость 200 учеников, обучается 305 учеников. В школе 38 предельная вместимость 450, обучается 595. В школе 51 предельная вместимость 575, обучается 823. В школе 52 предельная вместимость 750 учеников, обучается 1278. В школе номер 53 предельная вместимость 800 учеников, обучается 961. То есть вы понимаете, что она уже, как бы вот эти все школы, которые там находятся, они перегружены по факту. Поэтому строительство новых домов еще больше нагрузит инфраструктуру. И вопрос, куда данные дети пойдут учиться, это еще не касается садиков. В садиках там тоже не очень ситуация, к сожалению. Тоже эту ситуацию поднимаю вопрос и говорю, что прежде чем строить какой-то новый дом, во-первых, нужно, чтобы этот дом не мешал кто-то там проживает уже давно жителям, а во-вторых, чтобы он учитывал, все-таки реально учитывал, а не на бумаге вместимость школ, садиков и прочую инфраструктуру. Потому что это все нагружается и, как бы, сказывается и на наших деятях в том числе. Всегда в данных конфликтах, точной застройке, в ДНР я всегда стараюсь вставать на сторону жителей. Но, опять же говорю, что без вашей организации, без вашей поддержки ни один протест не закончится успешно. И опять же, благодарю жителей улицы Днепровской, что они объединились, организовались, они молодцы. Я всячески буду стараться их поддерживать и дальше, и помогать им по возможности. В рамках своих, конечно, компетенций, ну и законодательства. Помимо всего прочего, поднимал опрос, они менее важны, ко мне с конца, ну где-то с начала 22-го года, может быть, с середины, обращаясь с разными группами жителей, касательно именно вопроса гаражей. Именно у нас есть гараж на миссии, так называемая. По факту законодательство немножко по-другому называется, но будем упрощенно назвать это гараж на миссии. Жители, я обращаюсь по данному вопросу, это касается многих гаражей в Городе-Валенстоке, гаражных корпоративов, которые еще с 90-х годов у нас стоят, еще в Советское время имеют разрешение. Но администрация, к сожалению, не дает им возможность получить собственность на землю и как правильно зарегистрироваться. Мы создали подобную группу, тоже в нашей газете, правда, прямой размещалось объявление, что вот, создана группа, отстаиваем сейчас гаражную амнистию. Где-то удалось добиться, где-то не удалось, группа сохранилась, мы продолжаем работать. Сейчас совместно с участниками группы мы разрабатываем краевой законопроект, который бы отставил бы интерес именно вот этих собственников гаражей, которые, к сожалению, администрация не хочет выполнять федеральные. Это, хочется сказать, что это касается именно гаражных корпоративов и капитальных и некапитальных строений, а не отдельно стоящих гаражей, которые, мы все понимаем, что не совсем законно были построены. Эти гаражи я не касаюсь. Я касаюсь именно тех людей, тех, кто имел право на эту землю, получил ее в Советское время, либо в 90-е годы получились какие-то соответствующие документы и не могут сейчас получить разрешение на землю и дальше там оставаться. Вплоть до того, что их сносят и называют, что это незаконное строительство. На самом деле, основная причина сноса этих гаражей – это земля, которая необходима либо под какую-то авсостоянку, либо под какую-то точную застройку. Поэтому тут я всячески отставил эти интересы собственников гаражей, потому что это их личная собственность. Они имеют соответствующие документы, они готовы платить налоги и все соответствующие в пользу государства средства, которые полагаются с них. Но, к сожалению, администрации это неинтересно. Им интересно отобрать землю и в лучшем случае построить там какую-нибудь автостоянку, в худшем случае возвести через небоскреб. Что, конечно, не радует и соседних жителей домов, ну и тех собственников, которые страдают от этого. Помимо всего прочего, неоднократно я участвовал и помогал трудовым коллективам, как я сказал, потому что как коммунист я все-таки оставил интересы трудящихся. Встречался с различными трудовыми коллективами, встречался с представителями профсоюзов и учителей, и работников энергетики, и с докерами. Там с учителями встречался, в профсоюзах разговаривал. И радует меня, что мы с товарищами в Славянке смогли создать первичную профсоюзную организацию докеров. Об этом есть также в нашей газете, правда, приемовая информация, что вот я присутствовал, помог им организоваться в этот профсоюз. То есть, как бы, на сайте нашем краевом это есть информация. То есть, это очень разно, потому что организация людей, именно организованные люди могут лучше всего выступать и защищать свои интересы. Это доказало время и нынешняя обстановка. Потому что, если вы не можете защитить свои трудовые права, не можете оставить свои жилищные права, то дальше будет очень сложно. Организуйтесь в профсоюзы, довольно-таки это просто, если кому нужна помощь, у нас есть ребята, коллектив, который в этом помогает, в пользу изорганизовываться. Потому что это очень важная вещь, оставить свои права, начиная с трудового, рабочего места, чтобы вам платить достойную зарплату и не было переработок. И организуйтесь также в ТЦЖ. У меня есть ребята другие, которые занимаются, есть опыт создания ТЦЖ, ТОСов. Как бы, это все есть, опыт имеется. Мы можем приехать, вам подсказать, какие документы надо, какие протоколы заполнить, как собрать жителей и провести все это делать. То есть, как бы, это очень важный элемент. Чтобы вы могли защитить свои права. Потому что без вашей поддержки борьба в одиночку очень тяжело складывается. Один из опытов, который мы применяем со своими товарищами, это опыт массовых обращений. Что это значит? Жители, видя проблему, что она не решается, мы делаем одинаковые болванки для жителей примерно. И они их массово направляют в администрацию города. Каждый по несколько человек из дома в течение недели, в течение недели, там 2-3 человека, потом в течение месяца отправляют эти обращения. Это тоже имеет свое воздействие на администрацию, потому что администрация начинает очень резко реагировать. Когда массово люди пишут обращения, администрации приходится как бы на это реагировать. И как-то что-то идти навстречу и выполнять ремонт. И дорог, и тротуаров, и прочего. Поэтому всегда я иду навстречу, чтобы помогать жителям это отстаивать. Неоднократно говорю, что выступал за интересы жителей, в том числе и против роста цен. Вот недавно некоторые телеграмм-каналы опубликовали ответ на мое обращение по поводу поведения митинга против роста цен. Конечно, нам отказали, но сам факт, что администрация придумывает, в данном случае краевая администрация, придумывает всяческие совместные с городской, всяческие ярмаки, всяческие продажи огурцов по 300-400 рублей, которые большинству жителей не особо интересны. И прочее показывает, что власть не хочет, чтобы люди вышли, протестовали. А ведь цены на рост на топливо сказываются ведь на все. Ведь это логистика, это заставка продуктов питания и прочее. Это все сказывается на наши с вами карманы. И в стране, которая добывает и перерабатывает нефть, не должно быть такой стоимости бензина. Понимаете? Поэтому неоднократно выступал против просто стоимости бензина. Так же, как и наши товарищи Государственные Думы выступают против. Я их полностью поддерживаю в этом плане и совместно с ними выступаю, чтобы цена до бензина должна быть регулирована и не должна быть столько стоить для развития нашей экономики. Потому что это торгомизит в том числе и нашу экономику. Так же неоднократно выступал против той системы платных парковок, которую в виде в нашем городе. Я ее с самого начала не поддерживаю. Неоднократно писал в прокуратуру, в администрацию города, в администрацию края. Уж на той форме, в которой сделаю платную парковку, я не могу поддержать. Потому что, ну... Она, как показала практика, как у нас в виде санкций, вот эта компания, которая программное обеспечение поддерживает этих самых терминалов, просто нажала кнопочку и их, по сути, отключила. И они вот сейчас стоят, насколько мне известно, если информация не поменялась, кирпичами нерабочие. А потрачены были огромные деньги. Но самый главный факт даже не в этом. А факт в том, что 80% средств, которые получаются от этих платных парков, идут не в бюджет города. То есть, не на покупку новых автобусов, не на ремонт дорог, не там, на еще какое-то что-то полезное новое для города. А идут 80% в цифровое приморье. И только 20% достается городу. А при этом убирать, чистить и содержать эти дороги ответственность города. То есть, понимаете, как бы... Просто вся эта ситуация с платной парковью, я так понимаю, сделана так, чтобы кто-то в очередной раз за счет автомобилистов навалился и наложил себе в карман неходимые денежные средства. Создав очередной бессмысленный подбор. Потому что нам обещали многоярусную парковку платную. Ну, до сих пор ее нету, как бы отдельно. Вроде как там какая-то была проверка в Думе. Что там, вроде бы, уже и места этого нету, и еще что-то нету. Но все-таки я в той формате, которую сейчас администрация сделала платной парковки, не поддерживаю. И всегда выступал против них. В том числе я и через нашего депутата Госдумы Корнея Крекция Викторовича обращался с просьбой помочь. И писали обращение. Продолжаем по этому вопросу стараться всячески помогать. Но, к сожалению, органы из следующей администрации, края, города, Покату, не идет нам на встречу. Но мы все-таки продолжаем выступать против той формы платной парковки, которую администрация вела. Потому что это бессмысленная трата денег, вот эти паркоматы поставили. Во-вторых, она никак не помогла решить проблему с пробками. Пробки никуда не делись. Люди все равно ездят на работу. Они вынуждены парковаться. Потому что, к сожалению, уровень развития нашего общественного транспорта еще не достиг таких высот, которые можно было бы перемещаться без автомобиля. Лучше бы эти средства, заметно, что 80% придут в цифровое промывание, лучше бы они шли на развитие муниципального транспорта. Создание, закупки новых автобусов в большем количестве. Развитие трамвайной сети, к которой мы неоднократно, я и наши коммунисты выступают за это. Потому что, ну, я недавно вот проехался с Луговой до Тихой на трамвае. Ну, очень удобно. Я понимаю, что трамвай это, ну, очень хорошее средство. И не раз это говорил, как бы, ну, очень помогает. Потому что она и в копках не стоишь перемещаясь, очень удобно. Поэтому надо развивать эту систему трамвая. Возвращать ее. Где нельзя возвращать, нужно придумать новые способы. Поэтому это необходимая вещь. Вообще, моя работа носила разный характер. Рассказать обо всех возможностях, всех работах, как бы, очень тяжело, потому что обращений много. Есть, которые значимы, как я сказал, против точной застройки, гаражной амнистии, против роста цен на топливо, по благоустройству территорий, по вопросам платных парковок. Есть и посты, которые, может быть, на первый взгляд менее значимы, но тоже интересно дожить. Это ремонт лестниц, ремонт междомовых дорог, это и не вывоз мусора. К сожалению, не всегда компании, которые за это отвечают, вывозят мусор вовремя. И часто жители пишут, что мусор скопливается в большом количестве. Да, мы сами, наверное, многие видят по городу ездить, сколько его там ветер подул и весь разбросал его. По городу валяется. Что, кстати, не красят наш город, а хотя наш город хотят сделать туристической, так называемой, меккой, но при этом много где по городу, просто десятки этого мусора валяется и не вовремя не выводится. Тоже про это писал соответствующие органы. Выступал в помощь, пытались неоднократно мы их создавать. И ТСЖ помогали людям, где-то смогли, где-то не смогли. Где-то по ТОСам консультирую людей. У меня налаженные связи с ассоциацией ТОС. Они по моей просьбе приходили и рассказывали, что такое ТОС, как его организовать, что для этого нужно, какие от этого могут жители бонусы получить для своего района, для своего дома. Поэтому необходимо, это все очень тяжелая, тщательная работа. И она вся выполняется по мере необходимости. Понятное дело, что где-то хочется сделать больше. Где-то не получается сделать вообще никак. Допустим, до сих пор, к сожалению, я и писал. И многие другие органы обращался. По улице Нефтеветка, где дом находится в аварийном состоянии. Но жильцам дома не хотят выделять отдельно новую квартиру. Дом разваливается, в этом году его опять затопило. Я писал об этом, помню об этой проблеме. Но, к сожалению, результат меня не радует. Но тут я не развожу руками. Каждый раз возможность появляется. Если такая появится, то возможность снова напомнить об этом. Снова напишу. И снова буду пытаться отстаивать интересы данных собственных. Потому что дом реально находится в аварийном состоянии. Одна из частых проблем, конечно, это, я как говорил, это ЖКХ, это благоустройство. Хотя на самом деле этим вопросом должны заниматься городские депутаты. Законодательство собрания, как депутат, должен заниматься законодательством. У меня в проекте, как и говорил, есть один законопроект, касательно краевого граждан амнистии. Есть еще один законопроект, касательно медицины. Там у меня есть товарищ помощник, который по медицинской части занимается. Мы с ним разрабатываем, додумываем, как его сделать. И есть еще несколько других законопроектов. В том числе, касательно мы пытаемся изменить систему платных парковок. Внести законопроект тоже в разработке. Этим вопросом занимаемся. Но также хочу, чтобы от вас было тоже инициатива. Присылайте свои предложения и инициативы. Чтобы мы с моими помощниками, с моими товарищами могли тоже эти инициативы просмотреть. Понимаете, может быть, какая-то совместная усилия мы сможем какую-то проблему, конечно, не решить до конца. Потому что мы понимаем, что при капитализме невозможно 100% решить данный вопрос и противоречий. Оно сохранится. Но хотя бы, может быть, на каком-то этапе сгварить. И организовать людей, чтобы они понимали, что можно бороться и чего-то пытаться добиваться. Потому что, ну, как многие говорят, что вот, вы ничего не делаете, мы вам пишем это все. Вы спрашиваете, а вы писали на самом деле? Вот я разносил листовки, приглашения вот эти вот. Спрашиваю, вы ничего не делаете, мы писали это все. Я спрашиваю, вы писали, мы не писали. Ну, как бы, если вы мне не написали, то я не узнаю о вашей проблеме. Я, к сожалению, не обладаю всесторонним зрением и видеокамерами, чтобы как бы видеть каждую проблему. Поэтому я специально на каждой такой вот плакатик такой составил варианты приемные. Вот моя приемная непосредственно на Пушкинской 25В, где я лично принимаю в понедельник с 2 до 4, с 2 до 7 вечера. Вы можете прийти, без записи, оставить свое обращение либо в почтовый ящик ДУК, если мне не окажется месте, но я обычно всегда в это время здесь. Либо лично со мной переговорить, мы подумаем, как можно решить данную ошибку. Либо если я специально создал онлайн-приемную в Телеграме, онлайн-приемную в Ватсапе, указал свою почту, на которую вы можете тоже прислать. Вопросы коммуникации, они у меня используются максимально, которые доступны в текущем, что позволяет законодательство. Поэтому прошу вас присылать свои обращения, не стесняйтесь. Даже вот говорю сегодня, вот я разместил эти объявления, уже сегодня люди начинают обращаться ко мне. В том числе и по благоустройству обратилась женщина. Что дом давно не подвигался, не делал у него капремонт. У него там стены, она скинула фотографии, разрушается, это все. Даже вам не обязательно ко мне приезжать. Вы можете просто мне на Ватсап написать, вот такой-то дом, такая-то проблема. Если есть возможность положить фотографии, чтобы я мог это увидеть и мог это свалить. Даже вам приезжать не обязательно. То есть как бы иду максимально навстречу. Все понимают, что мы все рабочие, все трудимся, у всех работа с утра до вечера, не каждый может вырваться. Поэтому максимально стараюсь идти навстречу по возможности. Но опять я говорю, что в рамках нынешнего законодательства не все, к сожалению, можно решить. Поэтому основная задача, помимо того, чтобы возможность решить, это организация. Поэтому организуйтесь. Это именно организованно, и вы сможете добиться большего, как показывает практика. Также, если кому-то интересно, то я неплохо наладил взаимоотношения с нашими генеральным консульством Корейской Демократической Республики. У нас есть опыт по взаимодействию с ними по детскому лагерю Сандалон. Очень хорошее место. Надеюсь, по окончании всех этих ковидных мер мы снова наладим с ними. Так что, если будет интересно, и наши корейские товарищи ответят взаимностью, мы сможем отправлять в этот детский лагерь Сандалон детей на отдых. Потому что данный лагерь находится на уровне нашего океана. То есть, довольно-таки неплохо. По крайней мере, был в 2020 году. Сейчас скажу, я не знаю. Но думаю, что уровень не уменьшился. Также наладил отношения с нашим генеральным консулом Китайской Народной Республики. Взаимодействую с ними. Если кому-то есть проблемы, взаимодействие с Китаем, кто-то хочет сотрудничать, то обращайтесь, давайте тоже в этом плане работать. Дополнит наладил связи также и социалистической республикой, ведь там с консульством здесь. То есть, как бы, с этими консулами я тоже работаю. Взаимодействие, они меня хорошо знают. Я их знаю, товарищи с ними общаюсь, принимаю в их мероприятиях. Поэтому, если кто-то хочет в этом плане, нужна какая-то помощь сотрудничать, то обращайтесь, как бы, попытаюсь здесь тоже оказать помощь. В целом, назвать, что свою работу хорошо или плохо, я не могу. Потому что, опять же говорю, что где-то, честно, болит сердце, мы реально что-то не доделаем. Ну, тут уже, к сожалению, не от меня зависит, а зависит от системы в целом. Если система в целом устроена таким образом, что бюрократия всячески пишет отписки на все возможные обращения, мы пытаемся добиваться. Один из вариантов всегда я говорю, если не получается, то возможность пойти в суд. К сожалению, у меня нет юриста, который мог бы сопровождать в суд. Но я всегда говорю, что последние станции это попробовать все-таки в суд добиться, если вдруг здесь не получилось. Понятное дело, что не у всех это есть возможность, но если исчерпаны все мои возможности, я их веду, конечно, идти в суд, чтобы максимально не отставать, добиваться итогового результата. Поэтому, еще раз говорю, что главное – это организация. Организуйтесь, и победа будет вместе с нами. Спасибо. Там есть вопросы? Да, есть вопрос из чатика. Виталий Приморский спрашивает, зачем Шестаков вырубил сквер своего имени? Почему так много вырубок в деревьях в Новом Востоке? Ну, на этот вопрос я читал новость, примерно знаю, где это находится. Там сколько известно, там планируется провожать новую электролинию, если я не ошибаюсь, сколько мне известно. Потому что это не мой ок, к сожалению. Подробно я не интересовался. Ну, если надо, я могу сделать запрос, если вам интересно, и напишите, куда отправить ответ, и я направлю вам этот ответ, и узнаю, как бы, причины. Ну, вырубка деревьев – это одна из причин. Ну, есть одна из причин, которая основная. Действительно, есть деревья, которые старые, которые в возрасте, которые уже себя не жили. Их надо, конечно, спидевать. А есть причины, когда пытаются как-то подготовить площадку под сквер, но по итогу получается не сквер, а получается точная застройка. Поэтому тут надо внимательно следовать. Опять же, есть хорошие опыты, я тут же беру его на уважение, у нашей надежды Телюевой, когда она сама мониторит и смотрит территории, и по площадке, которые могут пойти под застройку. Вот она написала по поводу Сопки Крестовы, что там есть наплыв с Дома РФ, что, возможно, эту территорию хотят продать под точную застройку. Хотя мэр обещал обратное. Ну, посмотрим, как она будет по итогу. Не буду пока комментировать, не знаю. Ну, если вам интересно по данному вопросу, именно по той территории, которую я так предполагаю, задали вопрос, то я могу сделать запрос, напишите свои данные, чтобы вам их ответ написать, и предоставлю. А если у кого-то есть проблемы с гаражом, как записаться в гаражном миссию? В гаражном миссию просто напишите мне ватсап на мой номер, либо на электронную почту, я вас просто добавлю в эту группу без проблем, как бы, будем работать и дальше. Потому что самая главная проблема, которая столкнулась в гаражном миссии, как не хочется обижать товарищей, но это некоторая пассивность. Я предлагал им провести митинг по данному вопросу. К сожалению, активности очень мало, и не все откинулись, готовы провести данный митинг. А ведь это очень важный показатель, то, что есть люди, есть назревшие проблемы. Одно дело, я напишу бумажку, и скажу, ну, там вот один обратился человек, депутат, ну и ладно. А когда выйдет массово, там 100 человек, 200 человек, 300 человек, и скажут, что действительно проблема есть, администрация начинает реагировать. Понимаете, это уже, много раз мы проходили, и много раз это видите. У нас есть для этого специальная площадка. Не дают нам возможность провести митинг, как положено, где мы хотим, в каком положенном месте по закону. У нас есть специальная площадка, это дом молодежи. Там можно без уведомлительно проводить собрание жителей. В будние дни. Ну и выходные тоже, в течение дня, до вечера можно проводить. Было бы желание, как бы. Но если проводить митинг, извините за выражение, с 10 человеками, ну, это не очень красиво будет выглядеть. Митинг должен носить массовый характер, чтобы реально показать, что проблема есть. Я знаю, что эта проблема есть. Я просто сам лично там расклеил несколько объявлений, расклеил, и председатель своих гаражных корпоративов клеит. То есть, проблема есть. В этой группе состоят и несколько, порядка 10 председателей гаражных корпоративов, которые не могут получить разрешение на землю. Ну, стараемся решить. И самая главная проблема, что власть не хочет заполнять федеральный закон. Для этого мы сейчас и разрабатываем региональный закон, чтобы власти не было возможности городской поставить отписку, что вот, типа, там не предусмотрено, это все. Мы неоднократно также писали и просили администрацию вести амнистию, то есть, не, мораторий, на мораторий на снос этих гаражей, пока не закончится эта гаражная амнистия. Она действует до 26-го года. Нам был получен отказ, что в федеральном законе это не предусмотрено, к сожалению. Но мы продолжаем бороться и пытаться добиваться. Еще вопрос из чата, Адима, а почему вот организация НОД раздает газеты, листовки, а листовки и газеты КПРФ товарищ не встречал? Что на этом может быть? Смотрите, мы свои листовки и газеты распространяем в основном по ящикам. Тираж нашей газеты, к сожалению, не такой большой, потому что это все-таки финансы и средства. Мы раздаем их по ящикам, раскладываем. Просто на весь радиосток упускается тираж порядка 20-40 тысяч из репляров. Вы сами понимаете, что на водеосток это фактически очень мало. Они везде, в ящики попадают. Как бы по максимуму наши товарищи распространяются. У нас газеты никогда не остаются, потому что мы все максимально раскидываем по ящикам. Сейчас вот вышел новый вот этот тираж, у меня вот еще осталось 6 пачек, и вот с товарищами пойду, ближайшие там выходные, пойдем тоже их распространять, потому что он только недавно вышел. Но самое главное, знать, у нас есть соцсети, у нас есть, если интересно, партийная работа, у нас есть Телеграм, он открыт, можете подключиться к нашему Телеграму. Есть наш сайт городской организации партийной, есть краевой сайт, есть у нас ВКонтакте группа наших партийных отслеживателей, есть у нас отдельно группы наших депутатов краевых, которые тоже ведут, и там можно отслеживать работу. Есть наши группы городских, наших двух депутатов, которые у нас остались, тоже можно посмотреть к ним работу. То есть, если вам нужны ссылки на эти группы, напишите, как бы вы достали. Без проблем. А такой, в общем, вопрос. Смотри, как получается. Интересно. То есть, сносят городы, чтобы строить точечную застройку. Точечную застройку строят, получается, в школах не хватает места. На дорогах нету пробок. То есть, по факту, это проблема общая. То, что сносят гаражи, проблема всего района. То, что строят точечную застройку, проблема всего района. ТОСы не являются ли выходом в данной ситуации, чтобы объединить всех, как раз, жителей района и коллективные жалобы писать сразу от всех. Не отдельно по направлению, а только по гаражам. А чтобы весь район жаловался в свои проблемы, как единая организация. Ну, ТОСы, смотрите, организовать их можно. Да, они коллективное облачение помогают. Оказывается, действие, воздействие. Но, опять же, тут вопрос еще немаловажный человеческий фактор. Надо понимать, что председатель ТОС был честный, достойный человек, который действительно будет оставить. Чтобы мне казалось, что попадется не в очередь. Во-вторых, ТОС могут возглавлять только жители данного района. То есть, где они проживают. То есть, нельзя просто человек, который там не живет, не прописан, как бы, чтобы возглавлял ТОС. То есть, законодательство строго это ограничено. Отличие от ТЦЖ. Где ТЦЖ может быть председатель один, но они могут взять наемного управляющего, который может быть просто там житель, который же там не прописан, но может быть. Ибо вообще там не проживает. Но ТОС хороший инструмент для защиты. Один из хороших инструментов, как и у собственника гаражей, как у меня знакомые отстояли свои гаражи, это чтобы земля под гаражами принадлежала дому. А дом был в ТЦЖ. Вот у меня в центре города, у знакомых есть гаражи, даже не кооператив, а просто гаражи стоят металлические, давно поставленные, еще с 90-х годов. Но их хотела снести администрация, но не смогла, потому что земля, по данным гаражам, принадлежит собственникам соседнего дома, в котором они, кстати, и проживают, в основном все, кто там в этих гаражах. А дом в соседнем, это ТЦЖ. И даже чтобы снести эти гаражи, администрация должна спросить разрешение у этих собственников. Всячески пытались они подкупить жителей данного дома, там и площадки, и прочее, но по итогу жильцы не захотели со своими соседями ругаться и отказались от этой идеи. Ну, некоторые там, уж старые гаражи, естественно, которые убрали, другие они подкрасили, я им скинул идею. Смотрите, ну вы находитесь на территории этого дома, на территории ТЦЖ, но платите в этом ТЦЖ небольшую копеечку. Все будет честно. Вы пользуетесь землей, вы платите копеечку, как бы, и ТЦЖ хорошо, как бы, она получает дополнительный доход, который она может потратить на улучшение этого дома. И вам хорошо, как бы. Я всегда говорю, что можно пойти в ближайшем соседнем доме и поговорить. Может быть, у них есть ТЦЖ, и они захотят таким способом с вами договориться. Конечно, это долгий процесс, если земля не пронежит дому. Это надо заново межевание делать и прочее. Но если земля пронежит дому и там в ТЦЖ, то защитить ваши гаражи гораздо проще, чем если вы просто стоите на городской территории. Если кто-то думает, что нас не трогают 10 дней, нас не трогают и в будущем, это, к сожалению, не так. Многие с этим столкнулись. Я говорю, что и с поселка Трудового ко мне обращались, и с Первомайского района, и с Советского района, и с Перееческого района, и с Ленинского, как бы. Ввод от того, что идут суды, идут суды, там капитальные гаражи, а им администрация предписание выписывает, что всех высидеть и снести гаражи. Ввод от суды. Вот идут, есть пример, там Тунгусская, 28, по-моему, адрес. Точно, не помню на парень. Там капитальные гаражи, есть небольшой кооперативчик, по-моему, 10 и 15 гаражей. Там идет и судебная, у них судебная разбирательство, что они наставят, чтобы как бы остаться. Все равно администрация требует снести, хотя суд идет разборкой. Есть такой же пример, вот на Третьей рабочей, там тоже, там были не капитальные, а методические гаражи. Тоже, что судебный процесс, он еще не закончился, а приехали с администрацией, просто их всех снесли. С одной стороны, говорят под благое дело, что там сквер построят. Конечно, хорошо, если там построят сквер. Я только знаю, что там построят сквер. Но чаще, к сожалению, бывает наоборот. Чаще приходится приходить к коммунистам и отстаивать те же самые скверы. И кто бы что ни говорил, что вот парки, скверы, но по факту, к сожалению, результат совсем другой. Что не так все получается хорошо в администрации. Еще один вопрос из чата. Жители жалуются, что на Нахимова 3 во дворе большая яма на дороге, невозможно проехать. И просят, чтобы ты написал в Думу города обращение о благоустройстве их территории. Ну, смотрите, во-первых, тут надо не в Думу писать, а в администрацию города. И я напишу в администрацию города. Потому что в Думу города я напишу вашему городскому депутату, который, естественно, перенаправит ее в администрацию города. Но я лучше сделаю так. Я напишу и вашему городскому депутату, и напишу в администрацию города, чтобы одновременно продублировать, чтобы работали у вас. Опять же, надо смотреть, чья там земля. Вот это, где яма, надо понимать, чья это земля. земля это городская и земля это жилого дома после то разные действия разные законодательства будет действовать поэтому ну хорошо я ребятам сохранят перейдут мне я напишу обращение если опять же прошу чтобы была обратная связь я знал кому в ответ направить обратно вот написать пожалуйста матрит почту электронную там телефон не знаю адрес что-то написать чтобы я мог обратная связь иметь и дать вам обратный ответ чтобы потом не говорю что вот мы обратились а ничего не получили что когда люди обращаются ко мне устно потом не тяжело связаться с ними и достучаться чтобы им дать обратную связь не всегда это получается поэтому всегда прошу чтобы у вас был электронная почта там не знаю подсап или что-то чтобы можно обратно связь направить можно с вами как-то согласовать устраивать вас это не устраивает какие наши дальнейшие совместные действия будут поэтому прошу указать обратную связь еще один комментарий скорее что наверное скорее комментарий что мэрия не хочет развивать муниципальный транспорт а все хорошие прибыльные маршруты отдает у нас есть наш мук попад у меня там было я им в свое время помогал когда у нас были ковидные так сказать мер ограничения прививки ко мне обращался оттуда представитель профсоюза человек их 5 или 6 которых остранил как бы я в этом году не знаю какая там ситуация не общался с ними но ситуация такова что автобусный маршрут частично там обновились да там были закуплены автобусы но по большей части на тот момент на 22 год 21 год были старые автобусы там использовались часто была ситуация у меня там был наш товарищ коммунист который там работал муфпопад говорю что закуплены бы эти вот немецкие маны и к сожалению связи с санкциями не было возможно достать на них детали вплоть до того что не было найти обычную гайку чтобы закрутить и приходилось со старых снимать я насколько я знаю часть так уже негодных манов они подали полнометаллом они разобрали новые закупаются ну да к сожалению до администрация как я говорю вот вот эти вот почему я выступал против той системы платных парковок который уже на эти деньги которые вот от платных парковок можно было направить на покупку тех же автобусов развивать муниципальный транспорт ну администрация то ли не желает то ли не хочет то ли там еще что то есть что к сожалению мне неизвестно поэтому да к сожалению участникам многое отдают ну в том числе участники не всегда ездят указаны часы сейчас конечно ситуация стала лучше чем было допустим пару лет назад ну да к сожалению участники не хотят ездить вечернее время потому что мало пассажиров мало денег стоит долго сейчас у них пытаюсь еще внести систему они и одну из систем который когда-то мы предлагаем эта система оплаты за круг когда человек проехал круг допустим автобус приехал круг и мы заплатили тогда автобуснику все равно будет какое время работать потому что он все равно приехал кукому заплатить мы это предлагали неоднократно и наш товарищ ныне находящийся в тюрьме предлагал артем самсонов эту идею и я ее тоже поддержку что это неплохая система как бы из возможно бы контролировать этих автобусников ну и кадры эти деньги средства которые они получают сколько не получать по итогу что сейчас развивается система без нынешнего оплаты и эта возможность поконтролировать это есть сколько денег идет реальным сколько тратится также ну и даже конечно все же нельзя сказать что все уж так плохо это будет не объективный ответ и если критиковать надо объективные счета если положительными что действительно автобусный парк где-то местами обновился но опять же этого недостаточно учитывая что все-таки загруженность автобуса допустим вечернее время заполняемость в утреннее время их недостаточно учитывая там допустим еще нагрузку которую нас с осенью с осени по весну это студенты приезжающие духу который дополнительный нагрузку там тоже загружен просто автобусного маршрута поэтому автобусы нужны новые но помимо автобуса я считаю что нужно разрабатывать новые виды транспорта и думать какие-то новые системы маршрутов что сами автобусы по себе ну просто не справляются с задачей вот идея этого легкого метро цену страна на интересно с другой стороны по сути это обычно электричка она много лет была она существует я знаю у меня вот знакомый работал жил то есть жил за городом надежницкий там на седанке жили приезжая на работу в центр там на вторую речку они пользовались электричкой у них были машины да но не пользовались после так было удобно я ничего не вижу плохого чтобы это вот эту систему и к тычик развивать но опять же не могу на счет а легкой метро это обычная городская электричка она была есть и как бы очень удобно и надо развивать что когда плане транспорт но помимо все надо может подумать какие-то новые маршруты какие-то новые виды транспорта подумать что город растет развивается учитывая что у нас сейчас мы являемся основным так сказать портом через который у себя грузопотоки через китаю южную азию и дальнейшем понятное дело что мы будем развиваться и нам нужен новый транспорт чтобы уметь количество автомобилей в первую очередь я считаю нужно развить муниципальный транспорт будет доступным муниципальный транспорт люди будут меньше пользоваться автомобилями а не вводить платные парковки это вот первую очередь нужно сделать товарищ задавший вопрос по поводу проблемы на химова 3 дал обратную связь обещает написать лично на номер хорошо и еще от него же вопрос какие есть новости по поводу присоединения надеждинского ну не микрорайона там пока что на деревне ский район ну смотрите у нас я недавно встречался вновь избранным депутатом на деревне на это григорьев есть такой у нас есть тоже есть газете статья его он с боями избрался так сказать его снял тик на деревне ского района он два суда проиграл третий помогли четвертый суд наконец-то выиграл и под самый конец он восстановился и выиграл выборы к сожалению выбор на деревне для которых прошли не очень успешно там есть и разные естественные причины есть не совсем естественные причины но вот наш товарищ григорьев избрался там я с ним на связи как бы знаю ситуацию пока на текущий момент я так понимаю что от этой идеи отказались что в городе достаточно других проблем чтобы заниматься присоединение дешевле вообще на самом деле я честно считаю что в данной ситуации нет необходимости присоединения дешевле потому что жители на деревне ского района потеряет гораздо больше чем приобретут плюс надо понимать что это дополнительная грузка на бюджет города воевастока нет гарантии что нам дадут дополнительные средства на содержание данных немаленьких территорий а когда там будет построен так называемый город спутник мы не знаем как бы я считаю что вполне администрация может начать его строить а там есть уж понадобится пожалуйста рассмотрите но предыдущие заседания надежной думы предыдущего созыва они приняли решение отказаться от этого наши депутаты поголовно за исключением двух коммунистов которые воздержались против этой идеи там всего в думе города у нас два коммуниста один коммунист член партии другой сторонник воздержались по данному вопросу с ними солидарен потому что вопрос не поработан и перспективы и выгоды для города очень мало в этой ситуации поэтому на текущий момент пока от этой идеи насколько мне известно отказались будете к ней возвращаться в будущем через год через полгода не могу сказать просто вопрос мы должны понимать что у нас сейчас в этом году идут довыборы по 20 округу это ленинский район и каждый выбор это трата денег вот на эти довыборы дума города выделил примерно 13 миллионов если не ошибаюсь это очень большие деньги а ведь эти деньги деньги можно его потратить более существенно направить на детские площадки на лестнице и прочее а ведь если у нас полностью присоединяется новую территорию и если я правильно прочитал законодательство у нас по идее должны быть частично либо полностью перевыборы всей думы города потому что меняется устав меня сочистый состав населения меняется соответственно и нарезка то есть соответственно это новые выборы это лучше в случае 50 миллионов тире может быть 150 миллионов рублей. Будут потрачены на эти новые выборы. Дума, которая отработала, избрана в 2022 году, то есть отработала год. Практически через год новый выбор. То есть год назад мы потратили эти 150 миллионов, там 50-100 миллионов, где-то 150, точно не помню цифры. В этом году нам предлагалось ибо на следующий год опять потратить такую же сумму. Заместо того, чтобы эти деньги потратили на те же детские площадки, скамейки, какие-то еще городские проблемы, предлагается провести еще один выбор. Особенно в нынешних условиях, когда мы обложены санкциями и множество экономических проблем, я честно не вижу в этой никакой экономической выгоды. Затрат много, а плюсов как бы мало, честно сказать, в этой инициативе. Надеюсь, что как бы от этой инициативы отказались. Так, мы уже больше 40 минут в эфире заканчиваем. Ну давай, есть последний вопрос какой-нибудь? Ну тут по поводу выборов спрашиваю. Ну давай. Планируется ли бороться за прозрачность выборов на уровне Белориев? Смотрите, по выборам. Я, к сожалению, 22 года для меня был сложный, не только как депутата, но и коммунисты, потому что я всегда делаю акценты как коммуниста, потому что, к сожалению, на меня была возложена большая ответственность коммунистами Владивостока. Мне пришлось взять для себя обязанности, исполняющие обязанности, а потом я был избран первой, с которым городского владения КПР. Мы всячески старались и бороться за честные выборы. Все, кто готов быть за честные выборы, мы брали, стали наблюдателями, но система избирательный кодекс переписывался столько раз, что, наверное, в федеральном уровне, что ни один законодательство столько раз не переписывался. Каждые выборы наши власти, к сожалению, меняют карты и переписывают законодательство. Вот у нас выступал недавно Корнеенко Алексей Викторович, он говорит, что столько же раз переписывалось только одно законодательство. Это жилищный кодекс. Жилищный кодекс и избирательный законодательство, они переписывались одинаково количеством множества раз. Ни одно законодательство только не переписывалось. К сожалению, на текущий момент Инструменты влияния на выборы у нас сокращаются Они у нас остаются, да, мы можем воздействовать Но их становится все меньше и меньше Сегодня мы очень долго и тщательно подготовили И подходили вот в этом году В край, да и в стране формировали заново Участковые комиссии Мы тщательно подошли к этому Мы подготовили 240 человек в Владивосток Наших членов комиссии права решающих Проверенных людей Кого не вызвало нас далее Мы поменяли То есть подготовили списки, подали заранее эти списки Все было сделано в рамках закона Но, к сожалению, наших товарищей в комиссии не вели И сейчас из 228 комиссий Которые есть в Владивостоке участковых У нас всего лишь Порядка 70 комиссий Наши люди есть, то есть меньше половины То есть где-то 60-70 комиссий У нас есть наши товарищи коммунисты, которые там представляют В каждом районе В Ленинском районе осталось не больше 10 из 50 комиссий В Первомайском районе не больше 10 В Перуэйском районе не больше 10 То есть всячески это повызали наш инструмент Главное, наши члены комиссии права решающих Потому что это наши основные бойцы Которые отстаивали честные выборы и честные голосования Они стояли до конца, отстаивали Некоторым из них угрожали, некоторые сработали Но они все-таки отстаивали Сейчас, к сожалению, у нас этого инструмента решили У нас остались инструменты как наблюдатели Ну, мы будем пытаться наблюдать У нас есть в этом году выборы по 20-му округу Мы будем пытаться там новые методы применять Посмотрим В том числе и опыт, который нам подсказали наши московские товарищи Которые делают Но у нас все-таки ситуация получше, чем там У нас пока еще нет электронного голосования То есть там уже, в центральной России, уже везде идет электронное голосование И они говорят, что это черный ящик, с которым практически нельзя поконтрировать И ничего сделать, к сожалению Вот прошедшие выборы мэра города Москвы Там было в том числе электронное голосование Наш товарищ рассказывал пример Что вот голосуешь за Собянина, все нормально Голосуешь за коммуниста, ошибка не работает, еще что-то выдает Второй раз проголосовать нельзя, выбор голосования А как проголосовать, да бог его знает Поэтому пока что в этой ситуации наши возможности более положение Потому что у нас еще и обычное голосование есть И нужно помнить, что все-таки жители решают, выборы очень важны Ведь, как говорил один из великих, так сказать, лидеров Иногда бюллетень бывает сильнее пули Бюллетень бывает сильнее пули Да, понятно, что буржуазные выборы это не решение всех проблем Но бойкот, который все призывают, это тоже не вариант Даже вот в этом году мы протестовали, не участвовали в выборах губернатора Мы не призывали к бойкоту Мы призывали идти и портить бюллетенье, протесту призывали Чтобы люди портили, протест проявляли Понимаете? Даже здесь мы не призывали сидеть Потому что мы прекрасно понимаем, что сидеть на месте нельзя Я поэтому неоднократно говорю, что нужно организовываться В профсоюзе, в ТЦЖ, это очень важно организовываться Это низовые возможности То же самое, понимаете, я поддерживаю активных жителей Некоторые активные жители, мы тоже партия смотрим И может быть мы их поможем, выдвинем в депутаты Если, конечно, они проверим Если они действительно достойные товарищи То выдвинем их от народа Мы это делаем и активно жить им и поддерживаем Но в данной ситуации у нас остается инструмент наблюдателей Мы максимально будем его использовать, насколько это возможно Насколько это есть у нас ресурсов К сожалению, депутат, я как депутат Не имею права агитировать за нашего кандидата То есть у нас есть кандидат по данному округу Но я не имею, как депутат агитировать И вмешиваться в избирательный процесс Если я это сделаю Первый раз мне административка, там штраф Второй раз вплоть до уголовки У нас уже наш один товарищ так чуть, к сожалению, не налип Он вмешался, ему административное предупреждение Второй раз, если бы он налип, ему бы уголовка К сожалению, репрессивная машина власти не останавливается И ей сегодня все равно кого посадить Коммуниста, либерала, патриота Не важно, мы это все видим прекрасно И многие просто не знают, что у нас в крае Сегодня как минимум двое наших товарищей находятся в тюрьме Вот у нас товарищи с Южно-Сахалинска Там похожая ситуация, как у нас с нашим товарищем Самсоновым случилась Такая же подобная ситуация в Южно-Сахалинске Почти такое же дело Тоже посадили, дали ему только 15 лет И это много где происходит Самых активных наших товарищей, к сожалению, кто активно выступает Сегодня подвигаются репрессиями И я прошу вас, нужна ваша поддержка Чтобы понимать, что мы не одни, что мы действительно боремся Без вашей поддержки ничего невозможно Поэтому это необходимо боремся А выборы надо ходить Пока у них есть смысл, надо на них ходить Надо отставить, хотя бы протестно ходить Потому что если вы не пришли То это возможность за вас нарисовать Откуда берутся голоса И это все, бросы За счет тех людей, которые не ходят Понимаете, люди не ходят Они же не из воздуха берутся Они знают, где, кто не ходит, когда не ходят Они примерно члены комиссии это знают Которые именно не совсем честные И потом начинают за них пытаться вкидывать И рисовать за этих людей И за счет этого и появляются Самое интересное Мы, конечно, не имеем максимальный контроль На этих выборах губернаторских Но там, где были наши члены комиссии Там более-менее такая не очень высокая явка была То есть, где наши члены комиссии сидели в Владивостоке Там по краю Там более-менее такая не сильно высокая явка была Там, где наших членов комиссии не было Либо членов комиссии наше какое-то причинение вышло Там одна из самых высоких явок И также надо помнить, что надо приходить в последний день Почему в последний день? Это по одной простой причине Что у нас есть ночь А ночью, к сожалению, у нашего наблюдателя на участке нет И что происходит с этими людьми Мы, к сожалению, не знаем Поэтому выборы надо ходить Участвовать надо Потому что это один из немногих инструментов Проявления гражданской позиции Как бы не открыть СКПР сегодня Есть, я знаю, люди критикуют КПРФ Критикуют партию Что вот она плохая Что она что-то не доделает Но я всегда задаю вопрос Такой Что вы сделали, чтобы партия была другая Чтобы партия была другая Нужно прийти в партию вступить Потому что партия это люди Которые не работают Которые выступают Поэтому нужно, прежде чем критиковать партию, прийти в партию и помочь. У нас есть другие левые организации. Можно прийти в другие левые организации, если не устраивать КПФ. И в рамках этой организации работают. А просто сидеть, извините за выражение, на ровном месте и критиковать, что все плохие, или кричить, что вот коммунисты должны взять винтовку и побежать куда-то, а мы будем сидеть на диване. Я таких тоже встречал, диванных религиционеров. Это неправильно. Для того, чтобы работа поменялась, чтобы что-то сделалось, нужно составить какой-то левой организации, которая отстаивает, ну, не близка вам, по идее, близка вам КПФ, приходите в КПФ. Нравится вам движение Платошкина, заносим, приходите туда. Нравятся вам другие левые организации, ну, приходите туда. Но не сидите на месте, организуйтесь. Это единственный способ как-то составить сегодня свои права. Просто дальше уже будет только ситуация ухудшаться. Я в свое время на выборах говорил про так называемый закон о реновации, о комплексе развития территории. Ну, вот он потихоньку у нас наступает. Уже вот известно, что у нас голубинная пасть там идет, развитие. Дайпресс там идет уже потихоньку, потуги. И оно будет наступать потихоньку. То есть уже идет вопрос о том, что власть потихоньку смотрит, как бы уже начинают людей и квартиры отнимать. Это потихоньку идет, идет, но процесс этот идет. То есть уже идет настолько, что вот сейчас начали гаражи отнимают, люди не могут загрестироваться завтра, могут в любой момент начать. Кто-то скажет, ну, это будет когда? Ну, думаю, что все мы до этого вопроса, к сожалению, можем и дожить. Поэтому для того, чтобы этого избежать, необходима именно организация. А также хочу обратить внимание. Неоднократно я ходил, разные дома посещал, гостинки, не гостинки, обычные, необычные дома. Я хочу рассказать пример. Все зависит от жильцов. Я знаю пример, мой помощник, он организовал ТСЖ в гостинке. Обычная гостинка на Первомайском районе. Он организовал ТСЖ, там сейчас красиво, ремонт, все сделано. Есть другая такая же гостинка, я недавно был на Народном. Ну, сами знаете, каком она, например, состоянии. Бардак, старые ящики, все развалит. То есть вопрос здесь уже не к власти даже, и даже не ко мне. Если надо, я, конечно, приду, помогу вам организацию сделать. Но уже вопрос к своим жильцам. Если вы не готовы организовываться, ну, к сожалению, ничего не сделаешь. Также пример обычной пятиэтажки. Есть две пятиэтажки, я всегда пример провожу. Есть пятиэтажка, которая есть ТСЖ, и там все чистенько, все чисто. Люди борются, ставят свои права, как бы все наблюдают. Есть пятиэтажка, которая, ну, всем все равно. И там, естественно, грязь, бардак и прочее. Это вопрос, как бы, в организации. И все мы находимся в равных условиях при этом. Никто, ничуть, ни больше, ни меньше. Понимаете? Я понимаю, что есть какие-то дома, которые удается получать тысячу долларов в программу. Ну, тут понятно, надеянно. Но в своем доме сами жильцы могут организоваться. Если вам нужна помощь, ну, я с радостью приду, вам помогу. Подскажу документы. У меня есть помощник. Вот помощник у меня организовал ТСЖ в гостинке. Обычная гостинка, там, 300 человек до квартир. Ничего этого. В 1 мая скажу. Он организовал ТСЖ. Есть опыт хороший. Есть другой опыт, что вот здесь у нас товарищ, который организовал ТОС. В доме. Там, в несколько домов организовал ТОС. Тоже можно позвать его поделиться. То есть, опыт есть. Было бы желание. Если у вас есть желание, то, я думаю, что достигнуть можно многого. И навести порядок в своем доме, в своем районе, ну, и в нашем городе. А когда мы все вместе сможем навести у себя в доме, в районе, в городе сможем. А значит, можно наводить порядок. Проверяно с этим не надо наводить порядок, если на своих рабочих местах. Потому что мы все-таки должны, не забывайте, про этот вопрос. Думаю, хватит. Да, уже почти час в эфире. Новых вопросов пока нет. Предлагаю. Давайте. Ну, всем спасибо. Все. Если будут вопросы, обращения присылайте. Жду. Все контакты, все данные есть, как бы. Все выложены, как бы. Тут все зависит только от вашей инициативы. Без вашей инициативы, без вашей поддержки, никакой победы и работы невозможно. Я опираюсь только на вашу поддержку и на вашу инициативу. Если у вас нет, как бы, от вас обращений, ну, я не знаю о проблеме. Если обращений есть, я знаю о проблеме и стараюсь максимально ее проработать. Спасибо большое.